Встреча с известным деятелем, главным научным сотрудником Институтом Востоковедения, профессором Тауфельком Мурагимом. Также он является председателем Российского общества Исламоведов. Он расскажет о своей книге «Хронический гуманизм», и вы сможете задать ему вопросы. Ведущая у нас Канзеляхану. Пожалуйста, Канзеляхану, я вас приглашаю на сцену. И Тауфель, посвящен достаточно сложному вопросу, сложной проблеме, и в данном случае роль и значение нашего гостя в, скажем так, раскрытии того вопроса, о котором сегодня будут говорить и следователи, и гости наши, это достаточно значимая и важная роль. И, конечно же, мы не могли начать с нашего мероприятия с той лишь презентации вышедшей книги. Мы хотели сделать предпосылку в представлении небольшого короткометражного фильма, который называется «Самолет». Это фильм, который вышел в 2015 году, и он имеет глубокое содержание, вы поймете об этом, естественно, после просмотра этого фильма, и поймете, почему мы решили одновременно презентовать как и фильм, так, собственно, и саму книгу. Плюс ко всему, я думаю, что есть необходимость сказать непосредственно о самом фильме, который снимался за счет благотворительных средств, по-другому средств сторонних таких, и основное содержание фильма — это попытка дать новый взгляд на ту проблему аксенофобии, религиозной, национальной нетерпимости, которая сегодня имеет широкое распространение в любой среде, независимо от государства, в том числе и в России. И поэтому, я думаю, это стоит отдельного внимания, просмотра этого фильма, а затем мы с вами планомерно перейдем к обсуждению, во-первых, презентации нашей книги, а в дальнейшем уже продолжение непосредственно беседы о том, что она себя представляет. Добрый вечер, саламу аликум. Итак, что за книга, кем написано, кому адресовано и о чём? Первый. Кем написано? Петровой. Понимаете, я человек науки, работаю в Институте Востоковедения. Последний. Я заместитель председателя, высший аттестационный комиссии ВАГ по специальности теологии. Вы знаете, недавно ввели эту специальность, теология, по которой можно защитить кандидатскую докторскую диссертацию. Я заместитель председателя, высшего экспертного совета ВАГ. Я к чему это говорю? Говорю, я человек пишу об исламе, как исламовек. Как учёный. Слово учёный громко звучит. Ну, как человек, который принадлежит научной среде, научно-академической среде и пишет, согласно океанонам, принятым в этих среде. Я патриот ислама. Ну, я, когда пишу об исламе, стараюсь не быть, сохранить академическую объективность. Ни в коем случае не делать так. То, что тебе выгодно, тебе показываешь. А то, что тебе не выгодно, затереваешь глаза, это уже не на уши не подходит. Это богослов, который выступает на большую, широкую аудиторию. Проповедник может себе позволить такое. Учёный себе не позволяет такое. Он, в общем, всю правду показывает. Но в данном случае, как ни странно, не было такого конфликта между патриотом и научным исследователем. Вот между позицией патриота и между позицией научного. Чтобы познакомиться с Пиджей, вот самый последний, даже самый последний факт, говорю, всё, что здесь есть, ничего, во-первых, ничего абсолютно нового нет. Этому, ещё в седьмом веке, в начале, в самых, в самых, в первых вытяжках ислама, всё это было. Любой объективный исследователь, не мусульманин, пришёл бы абсолютно к тем же выводам, что и я. Что и я. И это старался показывать. гуманизм. Я не говорю о гуманизме, о тех аспектах гуманизма, которые всем известны. ну, например, то, что ислам – это религия, которая ориентирует человека на то, чтобы соединить и земную жизнь, заботы о земной жизни и заботы о жизни подсторонней. Ислам не противопоставляет земную жизнь будущей жизни. Он приглашает людей, как сказано у пророка, работать, трудиться для этой жизни, что, словно, ты живёшь вечно здесь. и старайся для той жизни, словно, ты умрёшь завтра. То есть мы, вот, эти вещи мы не противопоставляем. Забота об этой жизни, забота о той будущей жизни. Много известно о том, как ислам, забота о бедных, о славах, обеззащищённых, даже о животных. Все эти вещи известны, поэтому я об этом и не говорю. Я не говорю об общих известных фактах мусульманского гуманизма. Речь идёт о малоизвестных фактах, причём принципиального характера. То есть можно было написать здесь неизвестный или малоизвестный чаранец-гуманизм. то есть это те аспекты, которые, как мне кажется, они принципиальные, но, к сожалению, малоизвестны. Какие? вот здесь есть три области, три хотите, аспекта. И, из-за этого и построена настоящая книга. Это только первый том. И она касается только одного аспекта. Это отношение, прежде всего, отношение другим. Проблема плюрализма, толерантности. Это первая часть исследования. Вот то, что представлено в данный день. Второй том, который надеюсь, что скоро появится, будет посвящен другой аспект, другому аспекту гуманизма. Это доверие к разуму. Я считаю величайшим проявлением мусульманского керамического гуманизма это уважение доверие к разуму. В чем проявляется эта доверие? Почему сейчас и мне об этом буду говорить? Поскольку это то, что будет, а не то, что будет. во-первых, в исламе нет ни одного положения, которое нельзя заказывать разуму. Реолиозного положения. В исламе по-строгому нет догматов. Что значит нет догматов? догмат хотя бы во христианском понимании слова это то, что ты должен принимать независимо от того, свой разум принимает это или нет. это по определению самого догмата, что значит догмат? Ты должен принимать. Принимает ты двое разум это или нет? Тройцы это догмат, в беспорожной зачатке догмат, в боговоплощении догмат, и это понимаете, здесь никакого здесь не везу, кто читал, я наоборот защищаю единство всех трех родителей здесь не полемика, здесь констатация фактов, вот понимаете. У нас в исламе, в Коране, в исламе нет ни одного догмата. Все можно обосновать разумом. И Коран это обосновывает, и наши бодрословы это обосновывают. и это самый для меня это один из самых ярких проявлений этого гуманизма. Понимаете, хуже всего когда вот я считаю, что самый большой гуманизм, самый интересный проявлений гуманизма, когда ты уважаешь человеческий разум и не заставляешь разума принимать то, что он не может принимать. Второе дальше это религия не построена на чудесах. Понимаете, чудеса это насилие над разумом. ты не веришь, а я тебе сотворю такое чудо, вот у меня стол, превращаю его в петуха. И должен это принимать уж. Как доказательство. Я тебе говорю, я пророк, ты не веришь, я тебе сотворю чудо. Сделай что-нибудь чудо. вот такого характера. И ты вынужден, я только вот сколько я тебе чудо показывать. В исламе пророк и в Коране никогда не прибегал к чуду как доказательство. что это означает? Это означает следующее. чудо. Чудо в хорошем смысле слова понимать. То, что такое удивительное, необыкновенное, неожиданное, чудо. Ты всегда есть два вида чуда. Для ребенка, для детского сознания чудо это нарушение законов природы. это нарушение закономерности природы. Вот все привыкли, что из стола невозможно петуха делать. А вот как мы делаем. Что по воде невозможно ходить. А человек ходит. Делья более взрослого сознания. Для ученого человека чудо, самое великое чудо это сама закономерность мира. Самые законы мира. Когда все вы проходили в школе к облике Менделеева. Когда Менделеев дошел до одного места и говорит вот здесь обязательно должен быть еще один элемент. И потом его нашли. Вот это самое потрясающее чудо. Чудо, которое показывает, что мир устроен разумно и за этим разумным миром стоит, должен обязательно это творец. Это гораздо важнее, гораздо более мощно, гораздо более убедительно, чем чудо такое, которое мы привыкли превращение книгу в живую, птицу или что-нибудь. Ислам, Коран ориентирует человека на такое, на такое, на такое, если бы хотите, типа чудо. То есть чудо становится разумным. разумным. Нет, повторяю, в Коране, в Исламе пророке никогда не прибегал к чуду в старом понимании, примитивном понимании слова как доказательство. Ну, а третий аспект, это то, что касается социальных вопросов. В частности, положение женщин и другие такие вопросы, как проблема халифата, государства, наиболее острые вопросы, которые у нас сейчас. В двух словах. Ислам пришел, чтобы эмансипировать женщин. Коран снял женщин обвинение первородного греха, грехи Адама эмансипа. Это был величайший поворот в историю взгляда на женщин. Потому что на основе предания о том, что женщина подала соблазни сатане и потом из-за нее и Адам и это, знаете, традиционно встать за этим преданием, которое абсолютно в Библии имеет другой смысл. Но утвердилось положение о вторичности женщины, что из-за нее мы потеряли рай, что она в иском население думает, что не стоит об этом. Говорит Коран наоборот снял это. И не вина Корана, что многие богатые рассловы, наоборот, вернулись к тому, отчего Коран оказывался. Ну, я извиняюсь, что я говорил о вещах, ну, понимаете, тезис на двух словах этой, повторю, это будет отдельно то, что будет в будущих двух книгах. А теперь то, что непосредственно уже есть, то, что в первой книге о чем? То, что в первой книге. Первая мысль, что по Корану все люди брать, и все человечество это единая семья, о чем мы очень часто забываем. то, что мы братья по годам о Еве мало, когда вспоминаем. И когда мы насильно кто-то одни купаются в золото или в это, а другие дети где-то умирают с голоду, вряд ли мы тогда осознаем, что мы живем не так, как учат Священное Писание и Библия и Коран, когда говорят, что мы все произошли от Адама и Евы, а значит мы все братья и сестры. Четвертая сура Корана женщины. Многие мусульмане, когда ее читают, даже и не понимают, в чем дело, а что здесь сказано? Начинается «О, люди, бойтесь Господа вашего, который создал вас из одной, из единой души». От Адама и Евы. И многие, даже мусульмане, и студенты, и взрослые, почему надо бояться Бога, что Он создал нас из единой души? Говорю, а вы посмотрите внимательно на концовку аятов. А там в конце что написано? Опасайтесь разрыва родственных связей. «Бог» Бог всегда напоминает «Все вы от Адама и Евы и все братья и ни в коем сращитесь Бога, ни разу не забудьте об этом братстве». Да. Мы родные религии. В рамках религии бывают родные конфессии. Но одно праздство религиозное не отменяет и другое праздство. Кто-то может мне быть ближе по религии, это не означает, что если он мне ближе по религии, я другого не должен не довидеть, потому что у него есть другой религии. Этот мне брат по религии, а тот мне брат по человечеству. И вот имам Али, значит имам Али один из подвижников пророка, один из четвертых халифов, пишет письмо своему наместнику в Египте. А в это время подданные в Египте в основном не были мусульмане, а были христиане и другие. Он говорит, запомни, тебе я наказываю быть милосердным ко всеми твоим подданным. А дальше, самый следующий мотив, он говорит, запомни, все люди либо брат тебе по религии, либо тебе брат по человечеству. И у пророка сказано, человек и человеку брат, раз это ему или нет. Вот это первое положение. Дальше, отсюда что следит? Следующее положение. Что у пророка сказано? Все люди, это опекаемая Богом семья. По арабски, айяль уллах. Айяль это, если грубо перевести, это те, которые на издевение Бога. Да, вот такой айяль. Вот мы говорим, опекаемая Богом семья. А дальше следующее положение. Самый угодный для Бога, или самый любимый для Бога, то это тот, который больше делает добро для его семьи, для семьи Божьих. Или по-другому говорит. Хайру нас, амфаугумный нас. Лучший из людей, кто больше добра делает для людей. То есть, любовь к Богу, прежде всего, появляется в любви к его творениям, к его семьи. И кто больше делает добра для этой семьи, это самый богоугодный, самый праведный, самый благочестивый с точки зрения Бога. «Я Бога». Второе положение. Религиозное многообразие, то, что люди разные религии, это божественные начертания. Это воля Бога. Это не аномалия. Это не нечто противозаконное. Это не отоклонение. То, что мы говорим, плюрализм. Плюрализм религии, это божье предначертание, божье предопределение. И никому не дано образнять это многообразие. И никто не имеет права объединить, стремиться даже в мыслях, объединить всех людей под знаменем одной единственной религии. Это против воли Бога. Это даже Бог обракуществит пророку. Если бы твой Господь восхотел, Он сам сделал бы всех людей едины веры. Неужели ты хочешь заставлять, насильственно заставлять людей принимать твою веру? Наоборот. Бог сделал людей разными, чтобы в обмене мнения, вот как я говорю, по-русски, в споре рождается истина, чтобы люди с разных сторон, с разных подходов нашли лучшие ответы. Люди, чтобы сотрудничать с... Ну, каждый понимает по-разному, но в столкновении разных мнений иногда рождается более правильное мнение, чем каждый думает. Многообразие религии должно настраивать нас не на вражду. И так, десятки раз Бог говорит пророку. Ты не будешь жить, как хотят, допустим, люди или христиане, и они не будут жить, как ты хочешь, ты. Мы каждому определили свой путь. Мы, не они себе избрали, мы определили каждому свой путь. У каждого есть свой путь. И великие наши мистики и суфи, которые, наверное, слышали, вот суфи и говорили, путей к Богу столько, сколько душ человеческих. Вот столько есть людей, столько есть возможных разных путей к Богу. Не надо думать, что к Богу есть только один путь ведет, только к Богу. Да, каждая религия теоретически может презентовать. Мой путь самый короткий, самый удобный, самый легкий, самый-самый-самый. Пожалуйста. Ну и в трубе есть свой путь. Пусть позже, пусть гораздо длиннее, пусть кривее, пусть мучительнее. Но ни в коем случае нельзя оказывать им в этом. Что... А что здесь? Какие главные критерии? Вот здесь третий момент. Коран категорически отрицает эксклюзивизм. Что значит эксклюзивизм? Претензии на исключительность. Какое? Только моя вера истинна. Только мои попадут в рай. Вот мне, как я беру пример с наших мусульман. Произнёс формулю. Ла-Иллях Аллах. Мухаммад, Расул Аллах. Нет, Борис, Варком. И Бога, Мухаммад. Послать его. Что бы ты ни делал, потом, всё равно спасёшься. Всё равно, в конце концов, попадёшь в рай. А другие, представители других, как бы они ни были, что-то бы не делали добро, поскольку они не произнесли формулу. Понимаете? Это абсолютно чуждо Корану и Исламу. Ты выписал себе чек, или в рай, на основе двух слов произнёс, и ты ранил чёрт, я десятки раз. Я всегда сейчас, что всё, что я буду говорить, это всё изложено в книге, поэтому, пожалуйста, не требуйте от меня подробных доказательств. Тех, которые говорят о разуме и прочих ощущений, это ещё будущее. То, что сейчас говорю, это подробно изложено в книге. Сначала Бог в Коране критикует иудеев и христиан. Причём, заметно, он говорит, критикует, когда иудеи критикуют христиан, когда христиан критикуют иудеев. Говорит, как это вы так? Как вы допускаете? У вас есть единая религия, единая книга, Библия. И вы декстратируете друг друга? И дальше говорит о Коране и формулирует общее положение. Вера в Бога творит добро. Больше, чем десять раз в Коране эта идея проходит. Кто спасён? Кто это? Кто, который верит в Бога и творит добро? Независимо от того, какой религия. Даже когда критикуют иудеев и христиан, и Бог прекрасно, естественно, знает, что и у мусульман они такой же болезнен будут и у нас, у мусульман. Потому что там, полемизируясь с ними, никто не попадёт в рай, разве кто христианин. Иудеев говорят, никто не попадёт в рай, разве кто иудеев. Я потом в Коране думаю, наверное, и вы тоже мусульмане, так будто говорите. Понимаете, это удивительно. Говорят, нет, не как вы мусульмане себе мните. Нет. И опять повторять положение. Любой, кто верит в Бога и творит добро, обязательно попадёт в рай. Тогда можете мне говорить. Пока. Давайте начнём. В Коране написано. Религия для Бога – это ислам. И кто примет любую другую религию, кроме ислама, Бог не примет. Есть такое? Есть. В двух местах написано. Как мы, уважаемый профессор, вы говорите, вот чётко по вашему Корану это возражение может мне написано. И наши мусульмане иногда даже на обложках от них выносят. Вот такое. Я говорю, милые мои, вы сначала читайте Коран внимательно. Слово «Ислам» и глагол от слова «Ислам». Аслама, глагол от слова «Ислам». Высвечайся в Коране около 70 раз. Применительно к мусульманам почти ни разу. В том понимании, которое мусульмане понимают. Последствия для пророка Мухаммада. Почти ни разу. А кто мусульманин? Ной, Нох, мусульманин. Ибрахим Абрахам, мусульманин. Якоб, Израиль который, отец Людей, умирает, запишет своим сыновьям. Умирите только мусульманами. Апостол Иисуса Христа. Хаварион. Четыре в Коране. Божий за свидетель свой. Мы мусульманы. То есть, Ислам и мусульманин – это преданность единому Богу. И естественно, Бог примет только преданную Ему веру. Даже женщина не примет от мужа, если не преданная Любовь. То есть, когда в Коране говорится, что Бог примет только Ислам, имеется в виду только искреннее подчинение воле Божьей. Она не имеет границы здесь. Все религии, которые от Бога – Ислам. И Моисей – мусульманин, и Давид – мусульманин, и Иисус Христос – мусульманин. Все пророки – мусульманы. Здесь нет разницы. Следующее положение. Принцип, который сформулирован. Нет принуждения в религии. Это фундаментальное положение Корана. Которое во всех плоскостях проявляется. То, что Иоанн только начал говорить насчет догматов, насчет чудеса – это то же самое. Это проявление этого принципа. Никакого принуждения Ислам не принимает. В религии в принципе не может быть принуждения. Религия, построенная на принуждениях, рождает лицемеров. Если ты принимаешь религию под палкой, это ты лицемер. И это от этого не Богу, не людям, не лучше от этого. Религия может быть построена только на истинную преданность, на истинную веру в Бога. И тоже такая религия, Богу нужна и нам нужна. Отсюда следующее положение. Абсолютно свободе вероисповедания. Свободу верить. И в таране миллион раз написано. Вот она истинная от Бога пришла. Кто верит, пусть уверит. И кто не хочет, пусть отрежется. Никто не имею права заставлять принимать твою жизнь. И кто не хочет, родился в исламе, принял ислам, не понравился ему ислам, ушел, но и до здоровья, конечно, мне ему жалко, мне его жалко, но я не имею права даже ему препятствовать в этом. А тем более приговаривать к смертной казни. Целая глава, больше, чем 100 страниц, только посвящена вот этому принципу насчет перемена веры. И вовремя пророки меняли веру, и после войны когда пророки это только пардон. Когда? Другое дело. Когда встаешься на состоянии войны с другими, а ты переходишь на сторону того, как это называется? Предательство называется вовремя. Это накарается по всем законам военного времени. это один, это разные вещи, не путать. Если мусульмане, а мусульмане находились в состоянии почти перманентного, постоянного войны с другими, кто от ислама ушел, ушел, он присоединялся к врагам и воевал против ислама. Простите, это уже не просто перемена веры, это переход на сторону врага. А Коран и пророк те, которые просто ушли из религии. Четко в Корале написано, те, которые ушли, но не хотят воевать с вами, против вас, точнее. Он говорит, вы не имеете права трогать их даже. принципиально вещь, не путать. Вот что делают на что типа дальше исламские государства и другие экстремисты. Они берут, отрывают из контекста, вот это вот в Коране есть слова. нет Бога. Есть слово в Коране нет Бога? Как вы думаете? Есть. Если нет Бога, кроме Аллах. Понимаете? человек может оторвать, вырвать из контекста. В Коране написано нет Бога. Понимаете? Вот это обычный прием. Когда бьется вещь, либо выливается из контекста Корана, либо выливается из исторического контекста. В каких условиях было сформулировано то или иное положение? Применительно кому она обременена? И обувшают на всех. Вот это то, что в принципе нельзя. Вот в чем здесь абсолютная ошибка, если не хотите, а у других, это преступление экстремистов, которые выступают от имени ислама, прикрываются ислам. Другой контр... Тогда сразу контр-премьер. осколь я ваш пророк воин делал. А вы мусульмане, что, разве не мечом пошли по миру? Так закон не по-моему. Отвечаю. Причем смотрите, то, что я сейчас отвечаю, это кто будет читать книги, увидит. Я взял трактат Ибн-Таймии, привел его в арабском тексте, кто иногда, знаете, я в первых вариантах, он говорит, мало ли, ты как переводишь. Можно иногда при переводе, я старался, поэтому в новом издании, в новом формате, всегда даю это тут же даю арабский текст. Даже когда даю своими словами сокращенно по-русски, я даю весь текст на арабском, чтобы кто-то хочет проверять, проверять, как в арабском, в оригинальном. Кто такой Ибн-Таймия? Не все, наверное, из вас знают, но, наверняка, некоторые из вас знают. Ибн-Таймия это сверх считается радикальный богослов. Отец современных хохабитов. То есть человек, который трудно обвиняет в ангажированности либерализму или что-нибудь такое. 14-й В. Он разбирает все походы пророка и все военные мероприятия пророков. и показывает, что ни один поход не носил агрессивный наступательный характер. Ни один. Он говорит, принцип, нет принуждения веры, пророк от начала своей жизни до конца. Повторяю, речь идет о человеке 13-14 веке. И это показывает, это я не люблю. А с первого тут посреди. Пророк только воевал с теми, кто воевал против него. И вот это общее положение. по тарану только оборонительная война законна. Другое дело, оборонительная война не исключает превентивные удары. Пожалуйста, это тоже, наверное, любой разумный человек тоже принимает. Если ты знаешь, что кто-то собирается на тебя напасть, я не буду ждать, когда простите, дойдут до столицы моих. Я, наверное, имею право на превентивные удары. Но никакой войны, никакой войны во имя распространения веры пророк не ввел и не мог в принципе вести, потому что это противоречит террорическому учению. Дальше. А после смерти пророк? А мусульмански завоевали? Многие. Даже мусульмане, к сожалению, в том числе и я, я же тоже воспитал в такой же среде, как нас иногда учили в школе, которая недальновиднее. О, и мусульмане, мечом пошли распространять веру пророка. Пророк умер. Все знают завещание пророка, что пророк подсказал, идите рассунили веру в серию в Ираке. Вот я всегда хочу в этом даже посуде подскажите, пожалуйста, мне. Завещание пророка известно. Он последний его слово известно. Никогда не было такого. А что случилось? Случилось, что после смерти пророка пошла внутри исламская гражданская война. Очень кровавая. В эти войны вмешивались соседние страны. И своих людей туда послали. Одна из вождей пророчица служа, она была христианка из Ирака. До этого читайте в жизни пророка. Люди сидели вместе заражали опасаясь нападения византийцев, то есть ромиев из серии христиан. Заражали даже. встает христианка неужели византисты дошли туда. То каждый день посылает им послов. Четырех послов пророка казнили. То есть первые мероприятия мусульмане вне арабии скорее всего носили политический характер и учитывая, что окружение агрессивно настроили, мы еще решили их нейтрализовать. Но это было политическое решение. Она не выделяла желанием распространить свою религию. А дальше мусульмане вели себя как все ведут себя. Не надо обязательно думать, что мусульмане всегда они прямо вот жили по Корану, как положено, как мы наши христианские друзья держим. Крестовые походы, вот крест пошли войной, не выражали интересы христианства, выражали истинное христианство. И ценность нет. Ну и мусульман тоже. Не всегда тот, который даже именем Бога или именем Пророка даже Коран не всегда выражал истинные ценности ни Корана, ни Ислам. Это люди и они ошибаются и могли ошибиться и так далее. И вы тогда эгоизм появляется и чисто матрионные интересы появляются. Но это уже человеческая слабость. Давайте не путать. Дальше вот здесь следующее принципиально важное положение. Какое? Не надо путать религию с человеческим пониманием религии. религия религия как она мы имеем тексты Корана или высказания Пророка Сунни тексты есть. Но фиг или богословие Калам это человеческое понимание того, что в Коране и в Сунни. А человеческое понимание оно ограничено на условиях своего времени. Спрашивается скажите пожалуйста раньше до кто спрашивал Александра Магридонского когда он пошел завоевывать мир по какому праву едет? Никто. кто спрашивал Наполеона кто спрашивал русских царей раньше люди жили по праву сильного и сейчас сейчас тоже кто сильный кто завоевывает других и никто никого не кто ты спрашивал куда ты едешь ни у кем не приходил в голову такой вопрос кто спрашивал европейских стран они любят о демократии рассуждать и правах человека 18-19 век Европа завоевала весь мир калиниализм кто их спрашивал по какому праву вы идете завоевывать других да никто не спрашивает и не отвечал это само собой разумеется мы сильными идем завоевывать в таких условиях когда либо ты завоевываешь других либо другие тебе завоюют ждать от наших богословов чтобы они разглядели висок гуманные принципы тарана и даже если кто-то из них осознал что это применялся широко это не реально это то же самое требует от них чтобы они поняли что солнце не земля вокруг не солнце вокруг земли вращается а земля вокруг солнца вращается что не земля плоская а круглая это приблизительно из той же серии не было условия чтобы они осознавали что в Коран рассчитан и на условиях 7 века 8 века и на условиях 21 века и на условиях и на будущих условиях условиях что там заложены принципы которые при правильном понимании всегда годятся для любого периода для любого времени поэтому не надо иногда особо и обижаться и ждать от них вот видите ли иногда многие мои единоверцы спрашивают ну ты чего там вы умные неужели наши великие это не понимали что это вот такое давай проверим на элементарном вопрос на элементарном примере просто какие первые слова из Корана были ну давайте вот помогите считай именем Бога который творил и даже Бог творил и учил человека первым писать первым я говорю сейчас современный человек как считай что первая обязанность мусульмана что быть грамотным правильно мы сейчас возьмите Бог чем хво первое читай вот первое слово читай и дальше говорит Бог творил Бог называя свое величие первый называет Бог сотворил и Бог учил второй учил человека первым мы сейчас говорим это элементарно это обращение к любому мусульманину чтобы он был грамотным писал и рассчитал хорошо а раньше что осознавали это если бы осознавали это у нас не должно быть ни одного неграмотного мусульманина понимаете так что не надо думать что всегда люди правильно понимали Коран и заповеди пророка Мухаммада здесь мы переходим так одному самому наверное для меня самому главному положению который в который или нет который только во второй часе будет какой какой понимаете принципиально надо мне представление об истории истории вот самое историк какое мне представление и мусуль иудей и христиане и мусульмане раньше жили по представлению что мир идет уничтожение упадок упадок и ждали конца света в любой момент и время отсюда отсюда представление что золотой век и самое лучшее понимание религии в данном случае ислама это то что было позади на самом деле это абсолютно неверное последнее абсолютно неверное представление люди в целом человечество в целом прогрессируется в своем умственном развитии научном культурном развитии и тем более высокий уровень культуры тем выше уровень понимания истины которые заложены в священных писаниях и через тысячи лет люди будут смеяться над нами как мы примитивно понимали Коран потому что они будут находиться на более высоком уровне развития поэтому Коран это послание открытое и каждое поколение должен для себя открывать Коран здесь я думаю такая аудитория могу задать такой вопрос скажите пожалуйста если вот есть у нас здание если если ну насчет была фильм только что показывали вот фильм есть есть великий режиссор у меня есть книга в великем режиссоре а есть фильм который этот режиссор создал вы мне скажите что больше о нем как режиссору говорит книга или картина которую он создал что правильно архитектор он скажет вот у меня есть не архитектор но вот здание строитель или машиностроитель он у меня есть не идеально но есть машина которую он построит бог прежде всего что то дворец мы больше всего о боге потому мы знаем почему по природе по миру а вы себе представляете люди 8 века 9 века или говорю о времен моисея столько знали о мире а тем самым о боге поймите это элементарно должно быть для современного думы человека уже тем больше мире поэтому великие наши богословы даже богослово поэты даже в 13 в 14 веке вот если жами или санаи если вы слышали о таких поэтах по-русски есть он говорит я по листу дерева читаю ободы столько же как по листу Корана правильно понимаете вот весь мир это бог дал нам две книги одна великая Коран еще одна великая это мир в целом и пожалуйста в Коране слово аят любой мусульман это знает означает и спех Корана и что еще означает явление природы помните мы покажем им наши аяты и в космосе и в них самих аят вот поэтому наши говорили великие дни для природы и дни для кирана и общий уровень культуры наук знания о мире он лучшая база для понимания того что в Коране я вам сейчас буду цитировать один стих пара здесь сначала идите путешествуйте по земле и посмотрите как Бог начал творение значит историю творения где я должен читать вы понимаете археология дает мне даже не в Коране и не в книдах афтабаре или не в книдах вот эти поймите это мы по своей иногда ленивости Бог дал нам разум чтобы открыть мир а мы по ленивости это написано должно быть в Коране Коран не объяз legislature Коран не должен вам рассказывать тебе рассказывать о мире космология космогология география история и так далее это не предмет Корана предмет Коран тебе сказать что такое Бог кто что такое Ангель что такое другой мир кто такой Рай кто такой ад что тебя ждет на том свете то что называется гай это не Двое разум это Бог дает в Коране Все твое знание о мире, Бог вложил в мир, законник дал тебе разум, чтобы понимать этот мир. И ты перед Богом будешь отвечать, насколько ты применил свои познавательные способности. Вот это у нас, к сожалению, мало хватало в самом случае раньше. Мы на каком-то этапе мусульмане создали потом масштабом того времени самое развитие общества и в материальном, и в духовном, в течение 7-8 веков, до 14 века, с 7 по 14 веков. Тогда мусульмане были открыты и на науку. Смотрите, Аристотел, Платон, все они были язычники. А кто взял Аристотела, Платона, Галина и всех других, это ученых и философов. Кто их, мусульманская культура, развивала? Мы были открыты, мы не боялись этого, наоборот. Считали, что это нормально. А потом закрыли для себя самый, закрыли для себя этот. К сожалению. И поэтому отстали последние. Я насчет отношения мы, нашего отношения к нашим братьям, ахабанных христианам. До свидания. До свидания. По сч�